Слава Иисусу Христу! Мы пришли мертвых будить. Это самый мертвый канал, рулетка. Он собрал почти 80% мусульман здесь. Половина голая лежат, люди здесь. Мужчины брошены, никому не нужные. Женщины своим, говорят, ядовитым отравили всех. Вас плохо слышно? Поближе к микрофону подойдите. Вот, я вот так могу сделать. Вам что-то непонятное? Хотите что-то спросить, только без руганий, чтобы было? Почему, слава тебе, Господи, слава, так сразу? Почему что? Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, сразу вот так. Ну, потому что Бог нам все дал, новый день жизни. Его земля, воздух, солнце, все его. И поэтому, как Творцу, мы высылаем славу и благодарение. Чтобы не быть неблагодарной тварью. Не слишком ли это фанатично? Дальше некуда. Самая последняя степень фанатизма. Умереть за то, во что ты веришь. Это означает слово фанатос. А вы когда-нибудь, вот вы сказали так, ну, грамотный человек, видно, что слова по-русски знаете. Вот, что это за книга? Ну, Библия. Библия, правильно. Она у вас в доме есть? Да. А в сердце у вас есть? Да, ну, книга нет. Так, у вас вопросы какие-то духовные есть, можете задавать. А если нет, то я вам задам. Сразу сгинул. Да, понятно, почему мужики голые-то. Готов? Момент любой. Как весенние жеребцы, когда кобыл подводят. Это Содом и Гаморра, что здесь есть. Тут не надо говорить, какая причина. Смотрите, какая у меня грудь волосатая. И все остальное при мне. О жизни не думает никто. Зачем же бы сюда 80% примерно мусульман-то нанесло? Почему? Да потому что неистовые в этом вопросе. Им официально разрешено 4 жены иметь. А тут даром. Николым не платить ничего. Они тут избились в кучу. Я уже здесь 70 дней работаю. Людям говорю о Христе, о любви Божией. Им это не надо. А у нас своя книга веры. Я им показываю их книгу. Они ни один не читать не умеют. Ни по-арабски никак. Одно только повторяет, и все слово. Надо людям рассказать, что за все это будет суд Божий. Ты все сказал? Да. Поближе к микрофону возьмите, чтобы слышно было. Так ты свою бороду побрей вначале, прежде чем вымничать. Вас что-то смущает? А тебя же смущает мужская гудь или что-то еще. Ну как смущать может? Одно дело, что существует даже мораль какая-то слова. Здесь ничего нет на рулетке. Открыто, голое, совокупляются. Этого нигде в мире нету. Им сюда нанесло... Как вы совокупляются? Вы не видели? Батя. А я видел. Органы показывают. Женщина тесет грудь, ноги раздвинула и показывает. Пальцом тыщет себе влагалище. Я органы показывал, что ли? Вот. Но вы-то нет. Я не про вас говорю. Вообще, что здесь делается? Это садом. Приготовленный к сожжению. И мы пришли сюда. А зачем вы тут сидите? А мы не сидим здесь, мы ходим. Мы проповедуем. Не ходите здесь. Вам не учить нас. Вы ничего не знаете. Мы читаем Евангелие. Вам здесь вообще делать нечего. Да вам ли решать это, когда вы здесь застряли? Мы пришли для вас. Ну раз вам нравится. Рассказать о Суде Божьем, как нравится. Уже сколько людей нашли. Так вы слушайте. Если не будете слушать, мы расстанемся. А то сейчас будете материться опять. Правильная жизнь. Во Христе. Иж каждая женщина сидит на страже. Ловит. У кого денег больше. Больше ничего тут нету. Тоже показывает груди, а там показывает то, что ниже. Обезумели совсем люди. Да не вы, другие. Мужики половина голая сидят. Зачем бы столько мусульман было? Ему дома надо платить за четыре жены, за каждую колым. А тут даром сорок четыре Наташки и все голые. Вот так. Так что надо покаяться. Господь зовет к покаянию. Выйти из этого состояния. Мы пришли сюда говорить людям о Боге, о Вечности, о Суде Божьем. Мы проповедуем Иисуса Христа. Единственную вечную книгу в мире. Чтобы люди искали Бога. Эта жизнь кончится мгновенно. Ее как будто никогда не было. Если вы хотите больше узнать, вы зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Указать обязательно. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Я вам отвечать буду, как Господь позволит. А если напишите «Во свете Библии» слово «сайт» добавите. Сайт. Не YouTube, а сайт. Там море. 50 книг мной аудио насчитаны. Библия аудио. Архипелаг ГУЛАГ. Что мы строим православную деревню. Там 38 моих книг. «Во свете Библии» сайт добавит только. Вас не слышно ни одного голоса. У вас где-то микрофон выключенный. Нету. Ничего нету. Ну, вот и все. Если будет желание, значит, вы придете. Храни вас Господь. Да благословит вас Господь выйти из этого состояния. С Богом. Он умер за нас, за всех. Испугались. Сейчас ругаться будете еще. Нельзя ругаться. У вас что там, микрофон не работает? Почему не слышно-то? Дед, да к тебе лет-то сколько, что ты слышишь? У меня 80 лет. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Мужики половина голые лежат. Отравились женскими газами. Показывают Господь. И показывают только, на что они способны. Вот. Если вы желаете больше узнать, зайдите на наш Ютуб. Называется «Во свете Библии». Мы показываем, как строим православную деревню. Может поселиться, кто не джет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Дед, да таких нет. Есть вот наше село, мы уже 27 лет строим. Храм построили. Школа государственная. Это единственная деревня на всю Российскую Федерацию. Она может в мире. Где детская деревня? Алтайский край. Алтайский край. Я из Барнаула вам звоню. Так рядом, рядом. Вот если вы желаете больше узнать, возьмите в Ютубе, зарядите «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. У нас там 14 700 роликов. Да мы приедем скоро. Ну вот вы слушайте, что. Господь Христос послал нас, чтобы мы людям рассказали о Боге, о вечности. Нельзя жить одним блудом да обманом. Это не жизнь. Это проклятие России. За время перестройки сделано 120 миллионов абортов. Страну погубили в утробе матери. У мусульман в среднем в семье 8,1 ребенка. У русских 1,8. Еще хоть аноз поднимают на мусульман. Нам учиться надо. У них до брачной ночи 100% сохранение девственности. У нас в седьмом классе уже их называют на вторую букву алфавита. Дед, да они такие же там все, блудные. Может быть и так, но они знают, как сохранить женщин. А мы не знаем. Только во Христе надо жить в страхе Божьем. Я вам говорю слова, которые вам припомнятся в смертный час. Содом и Гоморра здесь. Что так быстро встал? Ты испугался? Да. Ну, только без ругания, ни одного мата, чтобы не было. И таких матов, и таких матов. Слава Христу. Мы пришли в этот Содом и Гоморру, в эту рулетку, рассказать людям о Христе, о спасении, о Суде Божьем. Если у вас есть вопросы, можете задавать. У меня есть вопросы. А они у вас есть, тогда я вам задам. Кем является для вас Иисус Христос? Пророком. Пророком. Все пророки были. А является ли он для вас спасителем мира, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, и придет судить мир? Такого Иисуса вы признаете? Я вообще мусульманин. Ну, я знаю, я вижу по виду мусульман. Тут сюда на рулетку все жеребцы мусульманские собрались. Почему жеребцы? Все жеребцы на весенних кобыл. Слушай, вот смотри, какая книга. Ты эту книгу знаешь, считал? Честно говоря, нет. Нет, не считал. Но ты мусульманин, да? Да. Да, молодец. Я тебе сейчас вопрос задам второй. Скажи, что это за книга? Так, прочитай, что написано? Ну, я не знаю, врачки. Все понятно. Вот поэтому вас и называют чурками с глазами. Вы не чужую религию знаете, не свою. Я читал перевод. О, так, правильно. Это тоже перевод. И вы не обижайтесь, я вам говорю, потому что здесь в рулетке примерно 80% мусульманин пришли. А зачем, я говорю, вы пришли сюда? Дома тебе разрешается 4 жены, но надо калым платить за 4. А здесь 44, даром и все голые. Что? Разоблачили вас? Вы нас разоблачили. Так, теперь, если хотите больше узнать, зайдите на наш YouTube. Называется канал «Во свете Библии». «Во свете Библии»? «Во свете Библии». Свет, свет от солнца. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. И вам это откроется. Мы строим деревню православную. Там вы увидите, как мы проехали с миссионерской поездкой. Я дарил книги, у меня 38 томов вышло. Во все библиотеки. Шесть мусульманских республик прошли. В Чечне были, Турция. И нам ни одного не было мусульманина, который был бы против нас. Я чисто попал под вашу горячую руку, да? Ну, я вам говорю, что пока обдумывать. Я кое-что могу не расслышать. Вот, мы проехали... Мы в Барнауле живем до Владивостока, а потом в Португалии, Лиссабон, в Скандинавию, в Прибалтику прошли. 650 городов. И нам везде встречались мусульмане. И где мы молимся, а мы молились. И мы знаем, они нас в обиду никогда не дадут. Они любят, когда люди молятся. А мы были в Азербайджане, в доме мулы ночевали. В мечеть ходили, молились. А потом в храм Божий православный. Так что мы, мусульмане, знаем не понаслышке. А вы как относитесь вообще к мусульманам? К мусульманам, как к людям, я отношусь в высшей мере прекрасно. Я отсидел за слово Божие в разных тюрьмах, пять тюрем прошел. А потом я сотрудничал здесь с местной тюрьмой. И первым делом я помогаю мусульманам. Почему? Потому что у них другой здесь народ, другой язык, другая пища. Чтобы они не отчаялись. На себя руки не наложили. А почему вы тогда меня чуркой называли? Это такая неприязнь ко мне? Нет. Я говорю вообще. И к вам никакое. К вам какие? Я вас первый раз вижу. Я вижу у вас глаза, брови, как у Брежнева. Ну, нормальный мужик. Красивый. Только усы бреете, усы бреете. Это не надо брить. Надо, как Бог сотворил, чтобы такой ты и был. Бог творец. А борода это власть над женщиной. И мужик, который бороду бреет, это подкаблучники окаянные. Баба крутит им. Согласен, согласен. Вот. Согласен. Если вздумаете по скайпу, поговорите отдельно. Вопросы будут. Зарядите в скайпе. Скайп. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Все. У меня много, много в друзьях мусульман, очень много. У меня дедушка принимал мусульман, когда они проезжали через деревню в Казахстан. И они у него ночевали. Их басурманы звали. Басурмане. Да когда он... Басурмане эти, мусульмане-то, басурмане. Ну, татаро-монгольская ига там. А дед мой принимал, материн отец. А когда он поехал туда, это, видно, казахи были, Паулу. И они его увидали. Так они его стащили с телеги и на руках по всему аулу и кричали, тот, который нас принимал, поил и кормил. А они очень благодарны, эти люди. Поэтому вам нужно Христа принять. Христос таких любит. Спасибо. Да. И вот так. Вопросов, если нет, я от вас отхожу. Спасибо вам. До свидания. Храни вас Господь. До свидания. Чего ты в темноте сидишь-то? Как будто в преисподней. Выходи, поговорим. Я тебе хорошие слова скажу о Боге, о вечности. Это в этом месте сатана только сидит. Что? Испугался? Если у вас есть вопросы божественные о Слове Божьем, о спасении души, о вечности, вы оказались на месте. Я к вам пришел. Только ни одного плохого слова, чтобы не говорили. Без матерков. Потому что вам самим потом будет неудобно. Вот все пьют, пока я с вами, попробуйте не пить. Вы внутри гасите огонь, блуда пытаетесь. Не надо, я знаю причину. Все время пьют и едят. Собрались тут все жеребцы мусульманские. Это точно. Ну, так что точно? Это я их отзнаю. На весенних кобылах. Их зловонием поражено. Половина лежат в постели, наполовину голые. Я говорю, вы у себя дома за каждые четыре жены надо колым платить. А тут 44 даром и голые. Вот вы тут и сгуртовались все. Ну да, хорошо. А вы откуда? Город Барнаул. Алтайский край. Если вы хотите узнать больше, вы в Ютубе нас найдите. Называется канал «Во свете Библии». Да. «Во свете Библии» запишите. Ну, давай, запишем. Да, у нас 14700 роликов. Это хорошо, кстати. Так. «Во свете Библии». Как называется? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете». Свет, который светит. Вот она книга. Вот, смотрите. Я покажу вам. Ага. «Во свете Библии». Это в ее свете. Она светит. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы найдете меня. А если по скайпу поговорить, вздумайте. Просто Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией в скайпе. В интернете, вообще во всем. Очень редкие имя и фамилия. А что так будет? Вот если вы вздумаете, вопросы разрешить какие, придите. Вы кто поверить-то будете? Я верю в Бога. А вы знаете, что вчера был праздник? Вчера? Да, Благовещение Пресвятой Богородицы. Ну да, но здесь чуть по-другому. Ну так же Пасха. Но три недели пройдет сейчас и будет Пасха Христова. Мы будем говорить Христос воскрес. Что отмечать надо? Воистину воскрес. Воистину воскрес. То есть действительно воскрес. Это не обман. Бажет. Вот так и надо помошли. Сточка, еще раз. Во свете Библии Игнатий Лапкин. От слова Лапа уменьшительно. Лапкин. Игнатий, да? Игнатий. Вот. Вы если зарядите во свете Библии, а поставите не YouTube, а сайт. Сайт слова. И там вы найдете море информации. Там я отмечаю студентам, как в университете. четыре тысячи вопросов. Ого. Там море, пятьдесят книг аудио начитано, Библия начитана. А я архипелаг, ГУЛАГ, ЗОТАУС, Жития. Я хочу вас на вас посмотреть. Вот, вот. Вы сегодня оказались на месте. Вовремя я пришел к вам. Это точно интересный момент. Слава Христу. Вы думаете, мне сколько лет? Вам? Да. Я думаю, через 80. 80. Через два месяца будет. Восемьдесят. Восемьдесят. так а я прошел какие тюрьмы, лагерь, за слово Божие. Меня 26 лет крутили, выжимали, морозили, а я живой. Видите? Бог меня спас. Вот это точно. Бог. Еще ни одной таблетки не съел. Это все. У меня три голубятни голуби. Показать голубей? Да, ну, как хочется. Ну, сейчас сиди, никуда не ходи только. Да, давай, давай. Ну-ка, пойдем, посмотришь. Пойдем сюда. Эш, ты сидишь, дед. Ну-ка, смотри. О, что, красивые у вас? Очень красивые голуби. Кахалок какой у него? Да, да, вообще красивые. Супер. Вот он, вот он как. Да, я не вижу. Так, господи, прости. Вам же. Помилуй, господи, сейчас я его сюда поделаю. Господи, помилуй. Вот так. Мы строим православную деревню с нуля, где может попроситься, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот, кстати, уже думаю, нет. Дело покажет. Вы в скайпе придите с вопросами, с товарищами и можете задавать. Я благовестник, миссионер, 56 лет. Мы проехали с миссией из Барнаула до Владивостока, а потом вернулись домой, загрузились, книги. До Лиссабона дошли, Португалия, прибалток и Скандинавию прошли. И вот все пьют. Вы не думаете, что просто так пьете? Вы там пытаетесь залить огонь вожделения, огонь стремления, да. Все, притом один. Я вот выступаю где-то в конгрессах там разных и никогда, никогда нигде не пил ни одной. Даже стыдно мне было бы. А вы никаких глотаете, пьют, едят. Вы не понимаете, что это неприлично. Я уж не говорю там курить. Я и разговаривать с ним не буду. Я хоть уже курить садьбос. Так, вы мужчина, у вас должна быть борода. Не будьте подкаблучником. Ну да, я думаю, женщинам это не надо. Эй, не надо, Бог сотворил. Недрально. Скажите, вот мы зашли в картину в Лури, там где-то, Третьяковской галереи, картина знаменитого художника. Мы же не берем подправлять его. А эта картина Бог создал. Глаза, уши, все в человеке. Вот так? Да. И так будет. Не надо на женщину, это блудодейная ересь, портопопа вакуум говорит. Это точно. Опять пить бьешь. Вот огонь горит внутри, вожделение к женщинам. Залить охота. Нет, нет. Просто мне нравится пить, кстати. Так, ну ладно. Так, дорогой, до свидания. Я отхожу. Ну давайте, я на вас займу на Ютубу. Окей? Вы по скайпу зайдете, там поговорим. Хорошо, пустой будет, давай. С Богом. Аллилуйя. С Богом. Людям возместить о Боге, о вечности. Чтобы люди знали, что то место, где находится, эта рулетка, это ад преисподний. Это Содом и Гоморра. Зачем? Почему? Да почему? Вы не видите? Половина мужиков голые лежат. Я думал, как это просто. Ну, женщины тут показывают, трясут, чем не надо. И все пьют, и пьют. Вы еще пьете, это не просто, чтобы там, а внутри горит огонь, вожделение, похоти. Вы пытаетесь его залить. Я чай пью. А разницы нету. Подряд сегодня десятые человек, и все пьют. Я говорю, чай пьют. Да и мне разница нету. Чай или там, молоко, водку или. Главное, что все время пьют. На людях это не делается. А воду можно пить? Не при людях. Когда выключишь, остановишь, чтобы тебя никто не видел. Что непонятно-то? А зачем в храме при людях святую воду пьют? Я еще говорю, что бывает, делают это люди, они не знают даже, не исследуют себя. Ну, можешь отдельно это сделать-то. А потом зайди. Почему? Потому что я всю жизнь преподаю и в университетах, и на кафедрах, там и ни разу рядом стакан не разрешал ставить. Я пришел здесь не хлюпать носом. Успеть за короткое время сказать главное о Боге, что Иисус умер за нас, ждет покаяния, новой жизни от нас, подвига. Вы, если ничего не знаете про нас, можете на наш канал зайти, называется «Во свете Библии». Это один канал такой на весь интернет. Да не интересует. Не интересует, да. Ну, тогда все. И вопросов у вас нет о спасении души? А зачем я спасать? Я вам отвечу и постараюсь. Ну, отказать я спасать. Ну, хорошо. Все пока. До свидания. С Богом. И где-то находишься-то как из конуры из какой выглядываешь. Ну-ка, выйди нормальный. И глаза, и уши есть. Совершенно нормальный человек. И во тьме лежит. Вот у меня так собака, она из конуры голову высунет и лежит. А вы человек по образу Божьей сотворенный. Красивый, нормальный мужчина. С прекрасными глазами и носом. Свет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...